Всем привет дорогие друзья сегодня 10 июня 2021 года сегодня мы смотрим зоопарк различных насекомых жуков и не только жуков еще очень маленьких разных насекомых и покажем вам разные стратегии выживания и питания насекомых прежде всего в центре мы видим из большого крупного жука который напал на другого на маленького жука не рекомендуется усаживать вместе в один контейнер жуков которые вы не знаете по поведению потому что они могут поедать друг другу но этот центральный жук который крупный он живой а маленький он погибший и уж такая у него стратегия поедания крупный будет поедать маленького потому что он называется мертвоед да это семейство сильфида а маленький жук это семейство скорбиида гоплия она погибла погибла потому что много жуков гибнет на асфальте просто раздавленные прохожими это тоже но ничто не пропадает даром сразу кусочки подберут муравьи или мы видим сейчас в левом части кадра сейчас его приблизим жук мертвоед сильфида нашел себе еду и при спокойно отгрызает хитиновые кусочки и твердый уже я его отгонял отгонял он все равно прекрасным образом все таки по запаху нашел погибшего себе жучка на съедение пусть подкрепиться потому что мы здесь будем показывать тех кого посадили все-таки немножко на сиденье а это бедные тли тлей всегда много вы их знаете они очень маленькие крохотные достаточно надо покрупнее и вот здесь они сидят на листиках и на них уже напали личинки божьих коровок причем это божья коровка орликин вот по центру а это вышло здорово это осенью не божья коровка орликин это большой тополевый листоед галеруцелла у нас тут много и растительноядных и хищных насекомых и можно сказать трупоедов а именно вот 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 семейство сильфида это как раз мертвоеды но рядом с ним сидит другой жук который тоже не пола не прочь полакомиться живым или похибшим насекомым потому что это жуга жужелица карабида возможно ротомара челюстями потому что по сладко покушала видимо тоже напала здесь на маленькую плетлю а вот пожалуйста подбежит по центру крохотный круглый шарик бескрылый это бескрылые поколение но где-то были и крылатые здесь два разных вида тлей мы их еще попробуем показать вот здесь например по центру есть одна зеленая тля крупная идет перешагивает крупная всего лишь один миллиметр с розы шиповника а другая черненькая сидит это на мыльнянки на мыльнянки было много они все расползаются и на них уже как раз заметили все остальные жуки которые питаются и хищничают особенно личинки особенно личинки жука божьей королы ровки орликина вот здесь как раз она страшная колючая рыжая черная активно быстро двигается очень хочет вылезти из контейнера но две остальные здесь при спокойненько нашли сладенькую еду а именно личинок тлей вот идет другая тля с розы но сейчас попадется на съедение в кадре по листику подбирается тоже большая розовая тля на длинных ножках как ходулях и с длинными трубочками зелененькая в нижней части кадры раз розовая тля смольнянки уже многих поели они тут разбежались и так какие же тут у нас наблюдается стратегии выживания и питания можно познакомиться с мертвоедом мертвоед поедает все что упало и пропало то что погибло поедает различных животных в том числе и млекопитающих ящериц разных земноводных погибших откладываете яйцо и вылупляются личинки которые будут питаться шкуркой этого на этого животного или какого-то крупного насекомого даже если будет крупный жук видите а жуком может и сам подпитаться мертвоед потому что видите преспокойно отгрызает замечательное твердое брюшко у жука гопли так идем дальше уже познакомились с хищниками именно жуками орлики божья коровка орликин а вот он вот он вот видите здоровый красный жук это вовсе не божья коровка видите длинные удлиненное тело черное изнутри брюшко активно бегает и хорошо летает хорошо и заметно на тополе это тополевый листает большой тополевый листает который я уже упомянул передвигаемся дальше по нашему контейнеру и видим что наверху сидит маленький активно бегающий жук вытянутой головотрубкой это жук долгоносик растительно ядное который вывелся после зимовки из почвы где спала его куколка теперь активно бегает по листочкам и питается почками и листочками растений а в правом верхнем углу переходит ваше внимание жук из семейства скорби или тоже очень активный ранневесенний жук который часто попадается именно ранней весной хорошо летает встречается на цветах и конечно личинки развивается как у многих скорбит в почве питается листиками корешками перегноем а рядом с ним два замечательных крупных жука из семейства куркулеониды конечно же они растительно ядные этот вид называется псалидиум максилозом с длинненькими челюстями я его отдельно показываю даже отсюда видно его длинные челюсти руки часто переворачиваются на спинку но у них разработан механизм переворота тот жук потеряла где-то в сражениях одну лапку во время сбора а вот другой полностью целешенькой видны его длинненькие челюсти и было поэтому его вид называется псалидиум максилозом так жук мертвоед вообще решил покушать просто на спине перевернулся не выпускает из лапок чтобы никто другой не отнял жука гоплию семейства скорбиды и тихонечко отрезает и там сушеные лапки пока они не высохли надо подкрепиться давно сидел тут у нас два экземпляра жуков и семейства сильфида мертвоеда один самец самочек они уже пробовали спариваться но активно тут бегают с довольно крупным длинным брюшком хорошо упитанные искали где-то себе пищу и выбежали на асфальт и возможно их тоже повредила птичка долбила им одну ножку в одного жука и у другого но жуки сильфида умеют вырабатывать неприятный запах поэтому птички их не очень любят потому что они вонючие они их сразу тогда бросают и жукам это в удовольствие убежать тогда вот здесь у нас в кадре как раз на два жука семейства сильфиды мертвоеды зашел жук хризомелида хризомеля тополевый большой тополевый жук наверху маленький жук семейства карабиды жужелица здесь два вида жужелица у нас одна крупная другая мелкий сейчас покажем вот решившего подкрепиться жужелицу сразу прибежала сюда на листик вместе с талями и по одной тут по одной как орешки собирает раздавливает талей подъедает их а всех остальным не хищным жукам талей совершенно безразличны потому что они питаются растениями питаются соком листьями подгрызают кусочки растения особенно заметно на жуках солидиум аксилозом долгоносиках вот сейчас покажу как долгоносик увидел листик сразу разворачивается и пытается отгрызть маленький кусочек но ему не нравится ему здесь нравится больше растения семейства бобовые если вы содержите разных жуков в контейнере надо им дать самых разных растений тем чтобы они их попробовали и питались уже теми которые им природный предназначен их кормовым растениям иначе если просто положить первые попавшиеся растения жуки или другие насекомые приспособлены специфически к очень узкой группе обычно растений питаются только этими растениями если вот дать как раз бобовые на бобовых очень многие питаются вот сейчас жук скрабеет там в поедании вот правой стороны находится а здесь у нас борьба рукодолгоносика за место рукодолгоносик переворачивается на спинку потом лапкой зацепляется за даже гладкую поверхность и при спокойном образом разворачивается или за растение механизм специально разворота жука вот сейчас мы видим здесь у нас скрабеиды с левой стороны и перевернулся жук долгоносик солидиум максилозом даже такие гладкие круглые жуки как листоеды вот сейчас листоед большой тополевый перевернулся на спинку механизм переворота него точно разработан он будет немножко двигать лапками в крайнем случае раскроет свои над крылья и перевернется снова на брюшко будет активно затем бегать или зацепиться за другую поверхность за другого жука и при спокойном дальше побежит это механизм имеется вот она тоже такого как бы усыпление не без движения сейчас мы видим двухточечную божья коровка на перевернулась на спинку и тихонько лежит пережидает чтобы ее никто не трогал никто ее не съел вы же божья коровка вот божья коров карлики недавно вывелась она еще не окрепла у нее не прорисовались даже рисунок на над крыльях она вся ровного какого-то рыжего цвета без видимых пятен через некоторое время она затвердеет у нее хитин и прорисуется рисунок на над крыльях рядышком ее личинка и жука семейства сильфида мертвоед личинка питается там активно тлями ловит одну за другой а божья коровка чистится вот такие у нас сегодня здесь жуки а также три разные группы колеоптера и химиптера талии сосущие жуки колеоптера грызущие хисочничьи и растительные ядные и некрофаги вот некрофаг сейчас как раз по центру два некрофага это руки все вместе сельфиды видим что жук который лежит на спинке чтобы никому не отдать никто не отталкивал его виду раздробил просто жука рода гоплия который очень интересный красивый и покрыт чешуйками и поедает его лежа на спинке а второй как бы рядом не может ее доставить он не замечает иначе у них была конкуренция за еду а а так он очень хитро приспособился подъедать свою еду но сейчас кусочек отпадет может быть другой жук тоже заметит жук жужелицы тоже опасные хищные для других мягких насекомых а также даже для жуков будет пытаться напасть на жуков которые растительно ядные поэтому жуков жужелиц лучше не сажать вместе долгоносиками одновременно поэтому сейчас они у нас здесь все находятся временно в контейнере и я и буду рассаживать долгоносики идут к растениям с тем чтобы подпитаться все остальные могут еще здесь немножко побегать для фотографирования вот у нас сегодня такая была экскурсия по чашке петры и знакомства с жуками еще раз повторяю семейство сильфида мертвоеды хризомелиды большой топовый листоед листоеды божьей коровки долгоносики куркулеонида и семейство скорбиида пластинчатогусы и семейство карабиды жужелицы тут два разных совершенно вида и конечно тли химиптера хомоптера разных по-разному называют кто-то здесь прятался под листик под листиком всегда все прячутся главное чтобы жук карабид вот вылезающий с правой стороны крупный не напал на наших скромных и беспомощных жуков долгоносиков на отдельном кадре он тоже покажем он съел у нас погибшего долгоносика нашел погибшего долгоносика и его им закусил это будет отдельный специальный кадр с кормлением жука жужелицы то что теперь мы знаем чем можно подкормить жуков мертвоедов и просто какой-то шкуркой а просто погибшим насекомым каким-то погибшим жучком или погибшим клопиком всего брюшку адрес и грудку адрес как раз с мышцами сейчас будет искать тот кусочек который остался недоеденным рядом с крышком с ним жуки жужелицы может быть его найдет жук жужелицы и тоже слов не нет 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 сельфита вот идет идет доедать свою еду наш помнишь и там ножка идет как раз доедать еду сейчас будет брюшко доедать но брюшко уже он тоже почти что скушал то что у них на двоих есть чем полакомиться так что вот такие сегодня у нас были жуки спасибо за внимание напишите каких из этих жуков вы уже видели какие вам попадаются в городе или в вашем селе каких в городе видели просто даже бегущими на асфальте или на растениях на каких растениях вы видели жуков и каких именно жуков пишите об этом в комментариях а мы будем показывать новые группы жуков просто засушенных заморенных а живых с тем чтобы они не разбежались временно посидят у нас контейнеры в чашке петы с тем чтобы их поближе посмотреть время от времени будем их показывать макро крупным планом с тем чтобы ознакомиться с их поведением и с их строением как они например бегают как они чистятся как они вот так вот жадненько кушают и грызут листики или что-нибудь как вот этот грызет шкурку жука так что не забывайте подписываться ставить лайки писать комментарии и задавать ваши интересные вопросы до новых встреч на моем канале заходите на страницу в патреон чтобы быть финансовыми спонсорами пока пока до новых встреч на моем канале заходите на страницу в патреон поэтому если у вас появятся вопросы даже вы какие-то по делу по защите растений можете не только на кухне и а в доме посылать ваши вопросы на электронную почту предварительно посмотрев конечно же видео на моем канале вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале будет просто прикольно интересно а если захотите выразить свой донейшн 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 называется орг взнос поддержку канала сейчас это считается нормально это нормально можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку патреоне со своей карточки которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине даже не доставая никаких доляров из кармана не обменивая сразу со своей карты какой-либо из своей стране не находили просто и приятно посылайте через patreon а я укажу вас как спонсора как спонсора поддерживающего канала мы с вами будем еще общаться вот патреоне вы будете патроном спонсоров научных исследований это мелочи приятно может даже не мелочи если хорошей поддержкой почему бы нет вот а а и 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